Девушки отдыхают Мы пригласим сюда тех, кто эти блогерские туры делает и собирает, а потом тех, кто в них ездит. Я рада пригласить на эту сцену Яну Мурмову, заместителя генерального директора Аннекс.Тур, и Яну Кучигуру, двух ян, с рассказом о том, какой опыт у Аннекс.Тур сбора и организации блогерских туров и выбора блогеров. Пожалуйста. Дорогие друзья, добрый день. Рада приветствовать вас на такой уникальной в своем роде площадке по диджитал-маркетингу. Я займу вас буквально минуту, потому что некоторые детали о наших достижениях расскажут мои коллеги Яна, а затем Мария. От себя лично я хотела бы сказать, что, безусловно, в России туристическая отрасль развивается очень стремительно в ногу с кибертехнологиями. И, естественно, мы как компания тоже отчасти уходим в виртуальную реальность и пытаемся достигнуть уровня, когда и партнер, и клиент за пару кликов смогут все узнать о нас и воспользоваться нашими услугами. И автоматизация этого бизнес-процесса, она позволяет нам в том числе уделять внимание не менее важным вопросам, таким как индивидуальный подход, диверсификация продукта. Потому что ни один чат-бот, ни один робот не сможет удовлетворить потребность живого общения. И как-то неудивительно, чем выше технологии, тем больше у человека потребность в лояльности и проявлении значимости к нему. Поэтому спасибо, что позволили нас быть частью площадки такой уникальной, где есть коктейль из технологии и из живого общения. Передаю слово своей коллеге Яне. Спасибо. Спасибо. Добрый день, коллеги. Я расскажу о том, как организовать пресс-тур и как набрать группу блогеров. Начнем с того, что пресс-тур — это своего рода бартерная история, которая нацелена на серию постов под одного заказчика. Главная цель, так или иначе, — это привлечение внимания общественности к вашему бренду и к вашему продукту. Мнение блогера сейчас расценивается скорее как личная рекомендация, а не как открытая реклама. Люди сейчас более чувствительны и доверчивы к личным рекомендациям именно блогеров. Однако есть нюанс в том, что ряд блогеров, как правило, это начинающие блогеры, делают посты откровенной рекламы. Совсем же другое дело, когда пост под заказчика специально интегрируется в пост блогера именно с авторской подачей. Тогда это работает гораздо эффективнее. Расскажу немного о структуре пресс-тура. С нашей стороны пресс-тур включает, как со стороны организаторов, включает в себя авиаперелет, трансфер, экскурсии по программе, также встречи с представителями анекс-тур и с представителями министерств и ательерами. Организацией пресс-туров мы занимаемся уже достаточно давно. За три года мы организовали уже порядка 20 пресс-туров. Также наработали уже большую базу партнеров, с которыми мы и сейчас работаем на постоянной основе. Это помогло продвинуть наш бренд на новый, более высокий уровень. Как правило, в своих пресс-турах мы пытаемся комбинировать блогеров из тревел-сферы, а также журналистов, для того, чтобы увеличить итоговый охват. Однако в дальнейшем мы рассматриваем такую возможность проведения отдельного блог-тура, где будут присутствовать только блогеры. Если говорить о сложностях работы с блогерами, то здесь самое главное — уметь именно распознавать те самые аккаунты с накрученными подписчиками и лайками. Это необходимо, к сожалению, сейчас делать вручную. Сегодня распознать эффективного блогера достаточно проблематично. Это связано с тем, что кроме покупки лайков пользователям стала доступна такая возможность, как покупка комментариев. То есть создается иллюзия активного контакта блогера с аудиторией. Наиболее эффективный канал поиска блогеров — это внутренний. Вся блогерская тусовка представляет из себя узкую и закрытую группу, в которой все друг друга знают, все друг с другом общаются, особенно если это блогеры из одной сферы. Поэтому мы стараемся поддерживать контакт со всеми нашими партнерами, и в свою очередь они всегда рады поделиться контактами своих коллег, а также посоветовать нас своим коллегам. Именно так мы вышли на своих самых топовых блогеров. Как же найти тех самых первых блогеров? Большой эффект также дают публикации анонсов наборов тематических группов. Таких групп очень много. Например, такие группы, как PR Russia, Top Russian Bloggers, журналисты и блогеры и много-много других групп и сайтов, где можно завести самое первое знакомство с блогером. При выборе блогера важным также является, насколько читаема в блоге, личная позиция автора. То есть даже если блог небольшой, но интересный, то на выходе можно получить очень хороший результат. Именно за личную позицию автора люди всегда обращаются в его блог. И если это личность медийна, а большинство блогеров так или иначе к этому стремятся, то люди посещают его аккаунт, чтобы узнать конкретное его мнение. Следующий пункт, насколько блог загружен рекламой. Если блог сильно перезагружен рекламой, то качественного и большого эффекта это не даст. Исключение составляет только органично вписанная реклама в блог. В этом случае реклама игнорируется и прощается автору, поскольку люди смотрят либо читают именно авторский пост. Насколько профессионально блогер отрабатывает рекламные тексты и насколько он погружается в тему и интересуется именно вашим продуктом. Все это индивидуально. Также важно знать, насколько контент в блоге соответствует вашей целевой аудитории, то есть по возрасту, другим характеристикам ЦА. Это все можно узнать, запросив у блогера статистику. Каждый блогер ей обладает, и статистику просмотров публикаций также можно запросить. И этот показатель намного сложнее накрутить, чем лайки. Сколько подписчиков у блогера? Но здесь важную роль играют не подписчики, а насколько подписчики вовлечены в диалог с блогером, то есть определить активность аудитории. Также важным моментом является то, насколько плотно автор общается со своей аудиторией, дает какие-либо советы, отвечает на комментарии. Есть такой важный нюанс, что все условия и все задачи необходимо обсудить с блогером до поездки, то есть заранее. Выбор блогера напрямую зависит от цели и задач вашего пресс-тура. В большинстве случаев эффективнее будет сделать ставку на блогеров средней узнаваемости. Например, Инстаграм — это примерно от 100 тысяч подписчиков. Стоит отметить, что преимущество малоизвестных блогеров в том, что они заинтересованы в продвижении своего бренда и подходят к делу более ответственней. При необходимости массового броса информации за короткий промежуток времени стоит комбинировать различные каналы, задействуя блогеров совершенно разного масштаба. Допустим, сделать такую сборку из блогеров-миллионников и селебрити. Как правило, мы набираем блогеров из тревел-сферы. Все зависит именно от задачи, которую нам необходимо решить и выполнить. Например, совсем недавно у нас был пресс-тур, организованный совместно с Dubai Parks — это парк развлечений в Дубае, где нам необходимо было набрать именно мам-блогеров, потому что их целевая аудитория нацелена на семейные пары с детьми. По итогам мы получили охваты более чем 2 миллиона человек, а также множество комментариев к этим постам о том, что семьи с детьми хотят поехать именно в этот парк. Как же измерить результаты пресс-турам? В современном мире соцсети, в особенности Инстаграм и Ютуб, стали одним из самых эффективных способов продвижения туристических направлений. На многих российских тревел-блогеров подписаны сотни тысяч россиян, интересующихся путешествиями. Организовав блок-тур буквально из 7-10 человек, вполне реально охватить целевую аудиторию примерно в 4 миллиона людей. Учитывая, что продвижение будет исходить от лица, которому подписчики лояльны, то такой контакт будет значительно качественнее стандартной рекламы. Конечные результаты пресс-тура и то же самое, что и пиар-компании, сложны в измерении. Поэтому для удобства мы используем промежуточные показатели, то есть общий охват аудитории по каждому участнику и по всей группе в целом. С учетом того, что почти во всем диджитале есть развернутые инструменты статистики, у нас не возникает с этим проблем. Главная цель пресс-тура у нас, она та же, что и у блогеров, это сделать людей лояльными к нашему бренду, познакомить их с нашим продуктом, показать эмоции, которые побуждают путешествовать и самое главное вызвать желание. У меня все. Спасибо. Подождите, 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 у нас, коллеги, у нас прямой эфир, поэтому вопросы придется задавать в микрофон, иначе нас в эфире не услышат. Пожалуйста, микрофон в зал. Вообще-то вопросы практически недопустимы по таймингу. Я прошу прощения, тогда коротенький. Первое, платите ли вы блогерам, или они едут чисто за поездку, и второе, заключаете ли вы с ними договор до того, как они поедут? Нет, блогерам мы не платим, это абсолютно бартерная история. Договор мы тоже не заключаем, так как большинство блогеров не работают вообще по договору, и обычно это все просто на какой-то дружеской ноте происходит. Спасибо. Спасибо, Яна. Коллеги, а сейчас я объявлю следующего спикера, и мы посмотрим на реальность глазами блогеров. Кирилл Семин. Кирилл Семин, тревел-блогер, celebrity manager. Все секреты тревел-блогеров от первого лица. Как нас найти в соцсетях, отобрать эффективных и выжать по максимуму? Как управлять пультом? Добрый день, очень приятно сегодня выступать перед вами. Меня зовут Кирилл Семин, я тревел-блогер. По совместительству я пиар-специалист, СММщики, и вполне мог бы поговорить и по продвижению, поспорить на эту тему последние пять лет. Благодаря своим знаниям мне получилось развить свой блог, потому что у меня была любовь к путешествиям и, соответственно, какие-то навыки. Плюс последние полтора года я работаю с celebrity manager компании Prescoff Production, которая представляет 30 популярных актеров, актрис, блогеров, и мы работаем с ними эксклюзивно. То есть изнутри знаю, как нужно общаться, какой нужен подход просто к блогерам, к звездам, и какие эффективные и неэффективные бывают компании вместе с ними. Блог-тур – это прекрасная вообще площадка сейчас для того, чтобы продвигаться. Как сказали коллеги до этого, буквально до Яны и до Аннекс Тура, охват постов в Фейсбуке, ВКонтакте, на любых других площадках стремительно падает. И бренд может быть представлен не только на своих площадках, но бренд может быть представлен на площадках, которые уже развиты, в том числе это блогеры. То есть когда, к примеру, от Аннекс Тура едет 10 человек 6 раз в год, и это 60 человек, мы не хотим, может быть, подписываться на соцсети Аннекс Тура, потому что ничего нового мы там не увидим, потому что мы хотим следить за живыми людьми. Но так или иначе мы каждый раз слышим Аннекс Тур, Аннекс Тур, Аннекс Тур, Аннекс Тур. И это способствует и узнаваемости бренда, и продажам. И в тот момент, когда мы делаем покупку, мы уже вспоминаем только про то, что мы слышали. Многие мои друзья, я тоже ездил с Аннекс Туром в блок-тур, и это было прекрасно организовано. Многие мои друзья вообще только знают теперь Аннекс Тур, потому что когда время идет, и сейчас самостоятельные путешествия развиваются все сильнее, мы просто даже забываем такие сильные бренды, там как угодно, как Туик, Орл Тревел, Аннекс Тур, Музенидис и так далее. Потому что люди уже знают типа Авиасейлс, Скайсканер, Букинком и тому подобное. Вот как раз блогеры – это тот самый инструмент, который нам может позволить напомнить об этом и вести прямую рекомендацию нашим клиентам. Потому что очень часто пакетные туры – это тоже выход и очень даже неплохой. Когда вы набираете блок-тур, как правильно выбрать площадку, как правильно выбрать брогера? Конечно, самые очевидные, как сказали коллеги, это блогеры-путешественники. Как они вообще появились? Появился Инстаграм, он стал очень активно развиваться, приносить деньги молодым людям. Эти молодые люди больше нигде не работают. Что же делать с потраченными деньгами? Давайте путешествовать. Сначала за свои, потом не за свои, потому что их везде стали приглашать. Этот инструмент, мне кажется, стал очень популярен два года назад. И сейчас есть, конечно, топовые персоны, которые могут целый год не вылазить из этих путешествий. И их свои даты поймать будет очень сложно. А иногда порой приходится им даже уже платить. Если, к примеру, вы зовете их куда-нибудь в Грузию, потому что я в Грузии уже был, я туда не поеду. У вас какие-то свои задачи, и, соответственно, либо ты выкладываешь деньги, либо ты зовешь кого-то другого. Чем хороши блогеры-путешественники? Да, у них не очень большая аудитория. Самые топовые, наверное, насчитывают 300-400 тысяч подписчиков. И относительно Инстаграм, к примеру, мы, если про эту площадку говорим, это не такие большие суммы, с учетом 12 миллионов у Бузовой или 10 миллионов у Бородиной и так далее. Но чем хороши эти площадки? Действительно, взрослая аудитория, я знаю по себе, измерить это, возможно, и нереально. Но каждый блогер, да и вы сами чувствуете, вы же следите за этими людьми. И отдача того, что люди рассказывают, как они ездили, как они отдыхали в этом крутом отеле дорогом и так далее, ты просто понимаешь, что тут люди, которые действительно этим интересуются и готовы за это платить. Очень многие путешественники, вот как посередине молодой человек, Глеб Застожин, организуют путешествие в Африку, и средний чек такого путешествия может быть 400 тысяч. Я только что вернулся с этого путешествия. Соответственно, группа из 15 человек полностью забита. Это взрослые, адекватные люди, которые заплатили эти деньги. Соответственно, если они могут заплатить эти деньги ему, значит, они могут заплатить эти деньги и вам. Поэтому на людей, которые организовывают путешествия сами, которые набирают их, надо обратить в первую очередь внимание. Тут, может быть, многие из вас узнали Сергея Сухова, как пример, Балина Брожезинская. Это, наверное, самые популярные блогеры-путешественники, и каждое турагентство, компания хотят их к себе пригласить. Хорошо, если, к примеру, вы хотите, вы решились на блок-тур, и вы решили позвать какого-то блогера-путешественника, а даты у него уже забиты. Или, к примеру, вам начинают говорить, я сделаю вам три поста, и отдыхайте. Тогда вам нужно понять, что этот человек немножко сошел с ума, и можно обратить внимание на какого-то другого человека, потому что их сотни, некоторые из них такие же школьники, которые вырастают, пока не заработали денег и не сошли с ума. То есть можно куда-то пойти вглубь и просто открыть новые имена. Никогда не бойтесь, выбор очень большой, и кроме блогеров-путешественников есть и другой сегмент. Давайте его рассмотрим. Это мой любимый сегмент в данный момент, потому что все ребята, которые сейчас на этих картинках, если вы кого-то узнали, это те, кто работает с нашим агентством Блэсков Продакшн. Конечно, кроме них существуют многие другие люди, но каждого из них я знаю лично, и могу рассказать, как он относится к путешествиям, и как бы он бы отнесся к Бартеру в той или иной степени, поехал бы ли он. Чем… Это звезды, да? Звезды или очень популярные блогеры. У нас здесь Оля Медыныч, Маша Минагарова, Наташа Рудова – это звезды. И есть блогеры, как Ида Галич, которая просто там королева Инстаграм вместе с Настей Ивлеевой, и Саша Хоменко – новый король Инстаграм, так скажем. Чем хороши эти люди? Глобальным охватом. Один пост у Оли Медыныч или у Иды Галич может собрать 4 миллиона охват. Это статистика, которую я видел своими глазами, потому что у нас есть доступ в их аккаунты, это ничего не накручено, это, то есть, вот прям правда, которая и есть. Чтобы среднему блогеру с аудиторией 200 тысяч подписчиков набрать такой охват, ему нужно сделать 40 постов. То есть, понимаете, один пост и 40 постов. 40 постов, конечно, лучше запоминаются, плюс узкосегментированная аудитория, которая запоминает именно, что вот да, он путешествует, он там был в куче странах мира, и он точно знает, как это делать. Эти, конечно, ребята, люди путешествуют не так часто, потому что они очень много работают и не могут просто себе этого позволить. Но как их пригласить? Тут, конечно, начинаются сложности. Любое такое приглашение, оно, скорее всего, будет стоить вам денег, потому что любая компания у вас забита под определенный момент. К примеру, вы говорите себе, у меня летом начнется сезон, я в мае хочу отправить Клаву-то в путешествие. Пожалуйста, вы начинаете это делать, человек занят на съемках и говорит, нет, извините, мне нужно в июле или в августе. Вы ему отказываете, соответственно, никто никуда не едет. Стоит ли так делать? Я не знаю. Я знаю, что нет ни одного сейчас примера на рынке, ну я, по крайней мере, не слышал, людей, которые настолько открыты вообще к популярным людям, что типа только позвоните вам, мы вам все устроим. Там, я не знаю, к примеру, отель Атлантис пишет нам письмо, кого мы хотим пригласить. Вот мы и Дугалич хотели бы пригласить, Атлантис в Дубае. Ну мы дадим ей три ночи и хотим от нее три поста. Ну, конечно же, это нереально. Правило три ночи, две ночи, или мы будем каждые два дня переселяться, или плюс один нельзя, или бизнес-класс невозможен, все, они отменяются. Если вы все-таки хотите работать с топовыми персонами, во-первых, нужно и общаться с ними, как со звездами, а во-вторых, пойти наперегор своим принципам. Но, конечно, бывают исключения. Анастасия Цынбурская, тоже наша подопечная, выходит замуж, тут же отель Атлантис звонит и говорит, да, у нас есть и два бизнес-класса, и мы церемонию хотим провести. Если ей нужны плюсы, пусть приезжают. Если ей нужна неделя, давайте неделю. Если она не может сейчас, давайте потом. Ну, то есть, я, соответственно, отвечаю, Анастасия после своей свадьбы поехала на съемочную площадку, поэтому она в отпуск не может поехать. Если такие исключения делать каждый раз, то, я не знаю, можно сотрудничать с такими агентствами, как наша Просков Продакшн, или можно сотрудничать с продюсерскими центрами, там, как, не знаю, Максима Фадеева. Люди в любом случае много работают, и они всегда готовы отдыхать. Пожалуйста, к примеру, январские праздники. Сколько будет стоить организовать топовое путешествие, я не знаю, на Маврикии, на двоих? Это может быть полмиллиона за билеты и, к примеру, миллион за отель. Полтора миллиона рублей стоит вот путешествие хорошее. Даже если вы эти деньги где-то выделите, я не знаю, обладаете такими бюджетами или нет, вы выделяете и приглашаете две топовые персоны, к примеру, Тимати и Насте Решету. Они тоже хотят отдыхать, и они, соответственно, эти полтора миллиона из своих денег потратят. Но если вы поймаете тот момент, когда их интерес появится, то вы можете сэкономить. Это такая бы поездка, если бы вы платили за все посты, может обойтись в 10 миллионов рублей. Я не знаю, это как размышление. Я бы, возможно, так работал, если бы я был пиар-специалистом в траву-компании. Следующая категория людей очень популярных, мы здесь практически… Ну, я не так давно пришел, но не слышал, что о них говорили в последний час. Это видеоблогеры с площадки YouTube. YouTube – очень популярная площадка, все мы знаем, они суперзвезды, за ними бегают дети, торговые центры сметаются, когда там встречи происходят. Почему же никто не обращает на них внимания, и почему они не делают траву-контент? Во-первых, потому что это дети еще младше. Это не инстаграммеры, которым 22 года они за работу или полетели. Это 17-18 лет, они вообще не понимают, что делать с этими деньгами, и, может быть, не знают английский язык, и никуда не ездят. Поэтому почему-то люди на этой площадке не развиваются путешествия и, соответственно, не становятся траву-блогерами, потому что они не диктуют вообще этот образ жизни. Плюс YouTube-блогеры проигрывают соперничество с Instagram по одной простой причине. Там очень детская аудитория, и ты тоже это чувствуешь. Потому что, к примеру... Нет, не согласны? Нет, там бывают разные, конечно, площадки, как вилсаком и так далее, но если вы перечислили хотя бы 10 блогеров со взрослой аудиторией, но они будут не путешественники, их можно будет категории селебрити отнести, то это будет очень сложно. Я с вами бы с удовольствием об этом поговорил, но я лично столько площадок не знаю. Поэтому аудитория очень детская, и, соответственно, практически их никогда не приглашают в пресс-туры, в блок-туры и так далее. Может быть, я ошибаюсь, это только мое частное мнение, готов пообсуждать. Кипя и как правильно их установить? Да, договор с блогером, конечно, заключить на баркновой основе сейчас достаточно тяжеловато, просто очень многие люди, особенно несколько лет назад, просто не обладают ни ИП или не хотят заморачиваться вообще с этой историей, но, тем не менее, даже на договоренности на почте вполне достаточно для того, чтобы предъявить человеку о том, что вот, пожалуйста, ты это сделал. Всегда, если это касается блогеров, то с ними вообще можно разговаривать, как с детьми. Если у вас возникла какая-то проблема, то я как перспециалист, который пять лет до этого работал, с ними неэксклюзивно размещал рекламу, делал какие-то проекты, вывозил их тоже в блок-туры. Всегда есть отличная история личностная, меня сейчас уволят, пожалуйста, сделай вот это, а то мне будет плохо. Потому что такие ситуации часто бывают, потому что блогеры часто, как молодые люди, не всегда суперответственные. Но если вы пропишите договоренности, сроки, количество публикаций и только позитивный отклик, который должен быть, то человек всегда его сделает, потому что вы можете ему пересылать сообщение ВКонтакте, там, знаете, forward, или в Телеграме, или на почте делать скриншот. И чаще всего это является аргументом для того, чтобы у вас получилось это сделать. Плюс еще есть такая штука, которая практически, ну, этот год, конечно, все, начинается просто бомба, это stories. В Инстаграме, кроме постов классических, уже сейчас появились stories, охваты настолько там высокие. И лично я, вот, к примеру, тоже ленту уже не очень люблю, я люблю смотреть stories. И очень многие люди, к примеру, вот, если вы рекламируете ресторан, вы пришли в ресторан, блогер сделал пост, значит, это реклама, вы все понимаете, ну, он что идет, сфоткать, что он ест, 2018 год на носу, это уже никто не делает. Если блогер пришел в ресторан, и он сфоткал своих друзей, как он веселится в каком-то ресторане, я думаю, да, он просто пришел в ресторан повеселиться со своими друзьями. То есть stories – это очень классная, влиятельная коммуникация с аудиторией, которая говорит о том, что мы сейчас, во-первых, делаем, и, во-вторых, в которой пока так мало рекламы, что пользователь может понять, и там вообще можно выразить просто свои эмоции. Вау, я восхищен, так классно, я этого никогда не видел. И любые эмоции. Поэтому, если вы делаете блок-тур, не забывайте о том, что в вашем KPI должны быть не только посты, но и stories. И даже на этом можно делать акцент. Не знаю, там, публикации stories 50 тысяч охват с личной настоящей рекомендацией. Это просто вау-эффект. И можно промыть мозги за неделю так своей аудитории, что ты в восторге, и тебе нравится это направление, или нравится туроператор, и что навсегда это запомнит. Вот. Пять stories в день лучше, чем один пост, это точно. Ну, вот и все. Может быть, у нас останется еще время на вопросы. Да-да-да. Я свой инстаграм оставлю, потому что я визиток не взял, если что, подписывайтесь и задавайте вопросы там. Спасибо, Кирилл. Очень круто. Давайте. У кого вопрос? Есть? Есть вопросы? Все под впечатлением. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры подогнал Игорь Негода.